Пункт вакцинации в торговом центре Вега используется неизменной популярностью не только среди жителей Ленинского городского округа, но и у москвичей и гостей столицы. Сейчас, после отмены QR-кодов для посещения общественных мест, посетители, говорят медики, стало немного меньше. Это может быть цифра варьироваться от 20 до 40 до 50 человек в целом, в зависимости какой период и какая погода на улице. В основном приходят за вторым компонентом вакцины, как москвичка Александра Пай. Первую прививку, говорит девушка, перенесла довольно легко. Место укола может быть чуть-чуть, один день, как после гриппа, в принципе, прививку, когда делаешь, так же чуть-чуть, где-то что-то, и все. Так ничего такого не было. Ни температура, ни ломоты, ничего такого? Ну, у меня не было. Я считаю, если уже вакцину полностью внедрили, значит она проверена и значит ее нужно делать. Семье Александры повезло, коронавирусом не болел никто. Девушка считает, что немаловажную роль в этом сыграла вакцинация от COVID-19. Ее родители уже прошли ревакцинацию, которую, кстати, так же можно сделать в прививочном пункте Вегаса. Спустя полгода, то есть шесть месяцев, пациент вполне имеет право ревакцинироваться, например, тоже системой вакцинации спутник ГАМ-КОВИДВАК, так же в двухэтапно, либо же COVID-лайт, одноэтапно. Пункт вакцинации в торговом центре Вегас сейчас располагает 100 дозами препарата, как первым, так и вторым компонентом. Ампулы с вакциной хранятся в специальной медицинской морозильной камере при температуре минус 18-20 и размораживаются непосредственно перед введением. Одна ампула на два пациента. Остаток вакцины кладется в холодильник и ждет другого пациента. Пациент непосредственно приходит и мы ее вкалываем. Но хранится она не более двух часов. За прошедшую неделю от COVID-19 в муниципалитете вакцинировались 2700 человек, большая часть из которых второй фазой. Таким образом, в Ленинском городском округе привито уже 85% от планового показателя, необходимого для формирования коллективного иммунитета. Сделайте прививку и вы. Защитите себя и своих близких от коронавируса. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.